Так, у нас была бюджетная свадьба в ресторан-гостиничном комплексе, нам бонусом дали номер с ранним заездом. Мы ночевали каждую себя дома, я приехала на площадку к 9 утра, туда же приехала стилист и фотограф. Вот смотрите, вот насчет всяких бонусных вот таких вот номеров. Заранее хочу вас предупредить, потому что многие об этом не знают, а тут, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Все вот эти бонусные номера, они обычно даются из расчета, ну не все, но в большинстве случаев, даются из расчета, что вы остаетесь ночевать после свадьбы и на следующий день выезжаете из номера. То есть бывает такое, что невеста думает, что так, мне вот там дадут номер люкс бонусом, значит я там как раз-таки сделаю сборы невесты спокойно, а утром там за мной приедет жених и мы там уже отправимся в ЗАГС на выездную и так далее. Но штука в том, что на вот эти вот сборы, за вот эти сборы и за то, чтобы расположиться еще на один день получается, не после свадьбы, а до свадьбы, это дополнительные сутки, их нужно оплачивать. Есть номерные фонды, которые дают какую-то скидку, да, с учетом того, что вы дальше остаетесь в этом номере. Есть номерные фонды, которые не дают скидку и более того, бывает такое, что вам дается люкс, например, в подарок, а этот люкс, он там занят какой-то другой парой уже, да, и вы не можете этот же люкс арендовать на сборы. И вам получается, что нужно будет переезжать, то есть сначала вы находитесь вот в этом номере, а потом с утра вы переезжаете в какой-то другой номер, ну вот в этот люкс. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующий их своей свадьбой самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описании. Здесь очень важный момент, вам нужно вот этот момент обязательно уточнить в том месте, где вы будете праздновать свое мероприятие, когда вам будут давать вот этот вот номер в подарок, вам нужно уточнить, когда вы сможете туда заехать. Потому что если даже вам разрешат заехать не после свадьбы, а до свадьбы, то чаще всего это все-таки не ранний заезд, это обычно заезд с двух часов дня стандартно, ранний заезд, это считается там с 12, но сами понимаете, да, что если это полноценная свадьба, то начать сборы в 12.00 это совсем не вариант, то есть сборы у некоторых невест начинаются в 5 утра. Я думаю, что вы прекрасно это понимаете, поэтому вам, скорее всего, придется доплачивать за вторые сутки. Но, в общем, вот эти все моменты не забывайте уточнять, чтобы просто потом не получилось так, что вы не ожидали, а вот выяснилось.